Всем привет! С вами Маффин Эльфа. Сегодня мы будем рисовать открытку в народном стиле. Добавляем новый проект в вертикальном формате. Мы будем использовать сет кистей для Procreate русская народная роспись. С его помощью мы нарисуем открытку для мамы, на которой будут изображены две матрешки. Для этого в сете есть штампы с разными формами. Мы можем сделать две одинаковые матрешки или две разные. Я предлагаю сделать одну матрешку побольше, желтого цвета. Трансформируем ее до нужного размера. Сверху у нас еще будет надпись, поэтому не нужно делать ее в целый лист. На новом слое добавляем новую форму. Давайте сделаем ее красную. Она будет немного поменьше. То есть это у нас будет мама и дочка. Трансформируем до нужного размера. Чтобы они гармонично смотрелись рядышком. Сначала займемся большой матрешкой. Первый шаг. Делаем лицо. Для этого есть круглый штамп. Убираем белый цвет. Цвет кожи. Убираем размер. И трансформируем до нужного. Теперь делаем новый слой. Выбираем криппинг маск. И убираем черный цвет. Убираем яичко. Я думаю лучше выбрать веселые яичко. Вот такое. Делаем штамп. Он будет находиться в поверх лица. Он не будет заходить за его контуром. Мы можем свободно его трансформировать. Штамп у нас черный. Нам нужно сделать красные щечки губки. Для этого блокируем слой. Выбираем красный цвет. Убираем основную кисть. И закрашиваем. Дальше у нас идут волосы. Убираем цвет волос. Новый слой поверх лица. Он сразу будет маской. Делаем штамп. И трансформируем до нужного размера. Например, вот так. Все остальные элементы будут располагаться на теле. Поэтому выбираем. Можно будет кокошник. Но кокошник будет на маленьком матрешке. Поэтому мы выбираем платок. Например, такой формы. Цвет красный. Делаем слой поверх тела. И также делаем маску. Делаем штамп. Он чуть поменьше. Затем можно трансформируем по размеру нашей матрешки. Это все штамп. Поэтому врисовывать ничего не нужно. Просто сформируем. И платят точек готов. Следующий шаг. Выбираем ручки. Цвет делаем зеленый. Делаем новый слой. Он сразу будет тоже маской. Убираем размер и трансформируем. Теперь нужно сделать, чтобы ладошечки у нас были белые. Для этого выбираем цвет кожи. И просто перетаскиваем на ладошки. Переходим теперь к украшению цветальной части тела. Для этого у нас есть большое количество разных элементов. Можно делать цветы, веточки. Выбираем понравившийся цветок. Например, номер 6. Выбираем красный цвет. На новом слое. И к нему делаем веточки. Например, веточка номер 6. Он будет у нас поверх тел. Можно трансформировать, чтобы она была в узоре. Немножко мне не слушаться. Узор у нас будет симметричный. Поэтому такую же веточку делаем в другом. С другой стороны. Можно стереть лишнее. Ручка перевещаем наверх, чтобы узор был под ручками. Дублируем слой с веточкой и отражаем ее по горизонтали. Перемещаем налево. Вот у нас получился такой симметричный узор. Низу добавляем листик. Он у нас будет зеленый. Выбираем. Веточку номер 1. Трансформируем. Делаем ее по центру. Теперь можно добавить обводку. В новом слое. Выбираем обводку, которая нам нравится. Например, я выбираю обводку номер 10. Белый цвет. Новый слой. И делаем обводку под платочком. Где ненужно, стираем. Затем добавляем такую же обводку по нижнему краю. Чтобы она не смотрелась одиноко, можно еще добавить обводку, например, с цветами. Где выберем цветы, например, обводку номер 2. И прямо рядом с предыдущей обводкой делаем такую с цветочками. Лишнее мы стираем. Там, где руки. Снизу у нас получилось очень много элементов, поэтому лишнее мы стираем. И чтобы было симметрично, еще выравниваю левую часть. Выделяем левые цветочки. Немножко перемещаем. Теперь сделаем узор на платочке. Выбираем слой. Выбираем, какой нравится узор, например, седьмой с ягодками. Блокируем слой с платочком. Выбираем желтый цвет. И закрашиваем. Теперь можно с ним дорисовать элементы, используя основную кисть. Например, добавляем еще элементы по краю цветка. Делаем это на новом слое. Делаем их симметрично, потому что в целом у нас узор весь симметричный. С левой стороны цветочка. И около нижнего лепестка. Теперь добавляем еще белые декоративные узоры, чтобы оживить цветочек на лепестках. Сверху. Сверху. На этом наша большая матрешка готова. Теперь по тому же принципу будем раскрашивать маленькую матрешечку. Действительное отличие, а ей мы добавим кокошник. Делаем личико, выражение лица. Закрашиваем щечки, губки. Добавляем кокошник. Теперь делаем волосики. Выбираем платочек. Проформируем его. Под ним у нас находятся ручки. Не забываем про ладони. И расписываем нижнюю часть туловища. Так, это открытка для мамы, то здесь по ручке я решила дать такое сердце. Не забываем о растительных орнаментах, чтобы матрешки грамманировали между собой. Обводка тоже будет такая же. По нижнему краю, на рукавах, на платке. И делаем дополнительные элементы кистью. Обводка. И раскрашиваем кокошник. Цветочный элемент. Завитки симметричные. И опять обводка в виде точек. Матрешка у нас готова. Теперь можно сделать надпись, чтобы это было больше похоже на открытку. Обычной кистью. Новый слой создаем. Убираем красный цвет. Рисуем сначала баннер. Надпись у нас будет Love you, Mom. В этом баннер у нас будет такой двухчастный. На нем будет написано Love you. А Мам будет написано просто кистью снизу. Делаем сначала обводку баннера. Потом заливаем его. И дорабатываем. Чтобы смотрелось более аккуратно. Желтым делаем надпись. Сверху это будет просто печатная буква. На первой части Love. Снизу. Теперь закрашиваем теневую часть баннера темным. Чтобы придать ему объем. Теперь пишем слово Mom. Убираем зеленый цвет. И кистью делаем иммутацию каллиграфии кистью. То есть когда ведем вниз нажимаем. Когда вверх нажимаем на стилус. Краем делаем завиточки. И чтобы завершить композицию добавляем сердечки. Потому что в маленьком и трешке у нас в руках сердечко. Поэтому здесь они будут тоже уместны. Тем более надпись значит, что люблю тебя мама. Сердечко как раз и есть символ любви. Закрываем такие пустые места сердцами. И чтобы надпись не выбивалась, добавим на нее орнамент. Белым цветом. Прогнаем в цветочек. И на сердечко еще добавляем обычную кистью. Красным. Красным делаем маленький сердечек еще. Наша открытка готова. Спасибо.